Прямо сейчас, на прямой связи с нами, в Египте сейчас ночь, то есть это 5 часов разницы, это полвторого ночи в Египте, город Шарм-Аль-Шейх. У нас на связи Кирилл Арсеньев, путешественник, человек, который занимается научной и преподавательской деятельностью, а также любит музыку. Доброе утро, Кирилл! Да, Кирилл. Доброе утро. О, здрасте. Сколько у вас там градусов за бортом? У нас вот сегодня минус 47, а у вас как там в Египте? А у нас сегодня днем плюс 22. Прекрасно, солнце, море, пляж, замечательно. Слушайте, вы же сибиряк, не скучаете? Вот, может, приехали бы, рванули бы, а? Еще говорят, морозы постоянно. Да вот смотрю, смотрю, у меня на телефоне как раз два времени, Красноярск и Египет, и температура. Я смотрю минус 44, плюс 18, и, в общем, мне с тобой хочется пока рвануть в Сибирь. Хочется нас пригласить в Египет. Прекрасно, да. Причем, Кирилл, каждый день смотрит на термометр, ну, да, на градус, только и с чемоданом такой. Вот сейчас рванул Красноярск на родину. Ой, нет, еще подожду. Подожду еще 25 лет, может потеплее. Кирилл, мы сегодня про завтраки говорим. Валера тут вот рассказывал, как он любит бутеры, ой, эти вот, ну, да. Да, ну что, сэндвичи. Скажите, как египтяне вообще завтракают там? Да, вообще у египтян сэндвичи, наверное, одни из самых любимых блюд. То есть они набирают огромное количество булок, начиняют эти булки всяческими разными начинками. Но поскольку эта культура такая, ну, арабская, да, то здесь очень распространены лепешки. Я как раз хотел вам показать, вот немножко тут заготовки сделал, чтобы вы имели представление, как завтракают в Египте. Сейчас я переключу видео. Вот, посмотрите, такие лепешки, их покупают целыми горами. Они могут лежать в холодильнике, потом их разогревают в микроволновке. Это я наблюдал сам, будучи в семье. Вот, это все промазывается большим количеством сыра. Вот это фета. Она может быть с паприкой, с чили, оливками. Ну и, соответственно, разные овощи. Здесь они в изобилии, они недорогие. Зелень, рукола, салаты. Ну, в общем, примерно как в Греции. Вот еще очень распространены, например, жареные во фритюре баклажаны. Тоже здесь это очень любят. Ну и, наверное, одно из самых популярных – это такие коплетки из гороха. Они называются тамея. Их обычно покупают в магазине, никто их дома не жарит, потому что это очень быстро и достаточно вкусно. И заправляют их таким, знаете, фасолевым соусом. Называется фуль. Фуль – это большие бобы. Их варят вместе с помидорами. С утра обычно это делают женщины. И вот такой примерно завтрак. Все это запивается чаем или кофе, или иногда вообще не запивается ничем. Ну, или бывает чаем ККД. Скажите, это все питательно, бодрит? Надолго хватает вот этого всего? Поел лепешечек вот этих? И до обеда хватает? Да, это очень питательно, потому что все такое достаточно тяжелое. И на самом деле в Египте есть самое популярное блюдо, которое знают все египтяне. Если вы его назовете, они очень обрадуются. Оно называется кошери. И состоит оно из, вот сейчас внимание, фасоль, нут, чечевица, макароны, рис, лапша. Все это вместе смешивается и заливается сверху жареным луком и томатной подливкой. Это очень сызное блюдо хватает. У нас это называется балабас. Балабас у нас это называется, знаете, когда все, что есть, ну и вкусно. Кирилл, вам по душе арабская кухня? Да, или вы гречечки, манной кашечки вот этой нашей, а? Нет, гречечка, конечно, лучше. Я поэтому не сильно жалую арабскую кухню. В основном мы тут готовим сами что-то такое, ну, русское или итальянское. Ну, как-то это больше подходит. А египетская кухня, она не очень, на самом деле, для европейцев привлекательная. Тут есть достаточно странные супы, непонятные, ну и вот разные такие блюда, которые не очень привычны просто. Может быть, вкусные. Но есть одна интересная вещь, называется она махши. Это похоже на долму, знаете, долма, вот, завернутая в капусту. А здесь она делается в основном с бочками, да, листьями винограда, делается с рисом, с морковкой. Тоже очень популярное блюдо, да. Во сколько завтрак начинается вот в Египте, правда? Ну, у нас примерно с семи, да, может сказать, уже завтракают, а там? Да, это самое интересное. Конечно, здесь из-за климата, здесь ночная в основном жизнь. Поэтому, например, вот семья, где я проводил две недели в Каире, это было, когда мы ездили смотреть пирамиды. Значит, ну, мои друзья, они ложились спать в 9 утра и просыпались они в 6 вечера. Поэтому завтрак у них обычно был в 6 часов вечера, да. Но те, кто работает утром, они завтракают обычно перед работой в 8 часов уже вот все это подается на стол. Так, Кирилл, огромное спасибо, но еще вопросик, давай про... Можно от меня? Пожалуйста, скажите, пожалуйста, да, 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 я хотела спросить про обстановку. Много ли туристов там, как вы, не скучаете ли вы без приезжих, вообще... Ограничения какие у вас там? Да, вообще здесь корона очень благоприятная обстановка, зеленая зона Египет, здесь, ну, действительно, очень мало случаев, как говорят, ну, вот, в министерстве египетском, что за все это время уже приехало 300 тысяч туристов с Украины в основном и России, и ни одного случая короны не было, чтобы турист уехал с короной обратно. Поэтому, ну, все, кто хочет отдохнуть, милости просим, приезжайте и расскажу, как это сделать очень просто и недорого. Обстановка действительно благоприятная, погода прекрасная, несмотря на то, что сейчас январь, ну, вот 22-23 градуса, можно ходить, сгорать, купаться. Просто море для Сибиряка очень теплое и приветливое, поэтому, ну, действительно, очень хорошее место. Спасибо большое! Дверь не закрывайте, дверь не закрывайте, мы обязательно приедем. У нас на прямой связи из Египта Шарбальшейх, Кирилл Арсеньев, путешественник, занимается научной и преподавательской деятельностью, а также музыкой. Огромное спасибо! Спокойной ночи пожелаю вам! И немножко мороза, мороза немножко вам посылаю. Слежести вам! Пока-пока, Кирилл! Здоровья, здоровья вам! Классно! Здорово! У нас еще скоро будет также прямая связь с Китаем, уже с Китаем. Также пообщаемся на тему мировых завтраков и какая обстановка, в принципе, сейчас там творится. Что они там едят в Китае вообще? А я тебе скажу, лапшу! Да ладно! И смотрят новости! Мне кажется, то, что они там едят, называется как... Ля-чня-чня! Мы не поймем ничего! Да, и они будут сейчас прикрепывать, такой вот... И сейчас новости, да? Да, да, в новостях все понятно.